Сегодня, невзирая на капризы небесной канцелярии, полным ходом шли работы по благоустройству памятников землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Правда, эта акция БРСМ – хорошее продолжение акции за дело, но только в видоизмененном формате. Ее основная цель – найти и привести в надлежащее состояние заброшенные памятники и захоронения воинов Великой Отечественной. Мы в городе Бресте нашли реестр, в который у нас, если учитывать его с, так скажем, персональными могилами, с персональными захоронениями, входит 26 памятников. Но, как оказалось, практически за каждым поворотом можно найти новый памятник. Их оказалось гораздо больше, и, к сожалению, многие из них пришли в запустение, и мы в этом месте решили больше уделить внимание именно уборке этих воинских захоронений, именно этих памятников, которые, наверное, о которых большинство людей даже, к сожалению, и не знают. Первое место, которое попало под прицел активистов районного комитета БРСМ, стал памятник в отдаленном микрорайоне Волынка. Сооружение находится буквально в 100 метрах от польской границы. Здесь, 22 июня 1941-го при защите государственных рубежей Советского Союза, героически погибли начальник заставы Михаил Ишков и 19 воинов-пограничников. Благоустроить эту территорию и возложить цветы для молодых людей – дело святое, никак не для галочки, по зову сердца. Буквально пару метров граница, а именно здесь погибали первые защитники города Бреста, первые защитники, которые были на подступах даже к крепости. Так как я состою в волонтерском отряде, я предложила нашему командиру съездить и преобразить эту зону, почтить память тех героев, которые здесь пали. Следующей точкой притяжения неравнодушных к истории ребят стало гранитное надгробие в Гершонах на улице Кирпичной, под которым покоятся рабочие заводы, расстрелянные гитлеровцами 22 июня 1941-го. Сегодня за сохранение таких мест берутся и в каком-то смысле даже борются активисты Союза молодежи. Вспоминают подвиг бойцов Красной армии вот такими акциями и призывают брючан не оставаться равнодушными к данной теме. Беларусь помнит. Помнит каждого.